Не знаю, как вам, а мне захотелось драник. И я предлагаю, чтобы вся семья насладилась этим прекрасным белорусским национальным блюдом, сделать его гигантским, с начинкой из плавленого сыра и зелени. Для этого нам понадобится картофель, плавленый сыр, мука, яйцо, соль, ну и разное зелье. У меня это петрушка и укроп. Итак, берегите ваши пальцы, потому что Герман идет и натирает картофель. Поехали! Теперь, поскольку картошка прям мокрая с водой, нам нужно эту воду убрать. Я предлагаю прям выжать эту воду вот сюда. Разогреваем сковородочку, а к нашей картошке добавляем соль и яйцо. Замешиваем. Давайте добавим, не забываем про муку, чтобы скрепить наш огромный гигантский драник. Вы, кстати, можете уже будить своих родных и близких, потому что он будет огромным, и есть ему нужно что? Правильно, свежим. Итак, мы продолжаем. В общем, нашу смесь, вот эту картофельную, делим на две части и одну выкладываем. Вот так. Одну. Распределяем быстро ее. Быстро, быстро, быстро. Пока жаримся, я предлагаю натереть плавленый сырок. Кстати, лайфхак, если вам неудобно, и он такой мягкий весь, буквально какое-то время в морозилку и будет натираться, как обычный твердый сыр. Так, дальше нарежем с вами немножко зелени. И сюда же добавляем второе яйцо. Теперь на наш драник мы добавляем яйцо с зеленью. Как красиво, по-летнему. Дальше посыпаем сырком. И оставшийся картофель, вот половиночка, мы сверху закрываем, как крышкой. Крышечкой и две минуты ждем. По всему мой драник готов. Мой гигантский драник наконец-то готов. Это вам не пицца итальянская. Это чудо белорусское. Я не знаю, видно вам или нет, но, по-моему, это наша родная Беларусь. Вот где-то здесь Витебс, вот где-то здесь у нас Кобрин мой родной с Брестом, где-то здесь Гомель. В общем, я не специально, но начнем мы пробовать именно с Витебской области, потому что здесь больше всего пригарочек. Давайте же скорее это делать. Всем приятного аппетита! Поехали! Что же вы со мной делаете? Ребята, вот эти пригарки. Соли достаточно, перца достаточно. Вкус невероятный, вот как из печки. И самое классное, что не надо стоять по одному дранчику переворачивать. Сделал сковородку, каждый пришел себе, отрезал, поделил. Вот тебе и готов сытный наш белорусский завтрак. Вот такой вот гигантский картофельный драник у нас с вами сегодня получился. Готовьте с удовольствием, готовьте вкусно, с настроением, и тогда день пройдет замечательно. С вами был Герман Титов и мои холостяцкие завтраки. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok